У нас двойна между администрацией и нашим рынком, людьми нашего рынка, предпринимателями. Кстати, хотим заметить, не надо называть нас торговцами. Вообще, если в словаре это слово такое, мы вообще индивидуальные предприниматели. Везде же масса средств информации пишут, торговцы, как-то слегка пренебрежительно, да, вот такие вот они вот. Не те, которые платят в казму города деньги, за счет чего живут наши чиновники, а те, кто вот просто торговцы, очень некрасивые. Так вот, мы вас попросим, чтобы вы так, вы хотя бы нас так не называли. Так вот, уже на протяжении 5 лет, 5 лет, мы боремся за вот этот кусок земли, который в свое время просто оборудовали за свои деньги. Все это сделали здесь замечательно. И он был, выглядел на фоне других рынков исключительно. Когда пришли вот эти вот моменты, когда нас собирались, стали сносить, никто землю узаконит предпринимателям. Здесь 180 киосков было. Все разгромили в свое время, все растащили и разнесли. Вот осталось 80 предпринимателей. Вчера, значит, ни один из администраций человек к нам не подошел. В течение всего дня мы здесь были. Они пригнали технику разного рода и бандитов откуда-то с белгородскими номерами в форме черных футболках, значит, надписью охрана и в темных очках, который просто стоит пальцем веером и что-то пузырем. И на нас, на взрослых людей нападает. На нас. Вот вчера бывала буквально драка. Вот если где-то там у кого-то у нас сохранилось видео, это была натуральная драка. То есть они кинулись драться. На кого? На нас. На матерей своих и бабушек. Администрации здесь не было их помидор. Точнее, они были, но они стояли все в холодочке. Когда одна из женщин наших подбежала к милиции и попросила о помощи, они сказали, это вы бьете охранников, а не они вас. Вот вы понимаете? Значит, что получается? Скажите, кто-нибудь получил травму? Кто-нибудь получил травму? Травму, к счастью. Вы не ходили в травку? Подали заявление о побоях. К счастью таких смертельных нет, но мы подали заявление. Если у вас есть правки о побоях, вы писали заявление? Ну, конечно. Вы просто написали, а тратили заявление. Правки о побоях нам некогда было снимать. Нам надо было здесь, где-то в ночь стоять. Оль, скажи, что эти бандиты хотели, что рынок снесут, а здесь будет другой, и мы будем работать. Да, так вот один из этих охранников, одев сюда черные очки, он заявляет нам, а что, это все во благо ваше. Вот снесут ваш рынок, поставят красивые киоски, и вы вновь будете в них работать, не добавляя о том, что мы выкупим их. Ладно, хозяин уже есть на эту территорию, он, правда, сейчас в тюрьме. Ну, это не важно. А вы откуда вообще, ребята, у вас что? Мы свободная, единая, справедливая Россия. Мы представители справедливой России. Я уже опроведлю, и справедливая Россия опроведла, что это ее люди. Мы читали его сообщение. Ну, они опроведли, пусть они представились. А что за читание опроведли? Да пусть они на них в суд подадут, значит, люди администрации были.